Однажды меня спросили Людей всегда привлекают деньги и социальный статус Чаще всего второй идет бок о бок с первым У всего есть цена, даже у людей И для каждого она разная А на что готовы вы ради уважения и комфорта? Или ты думаешь, это не сделает тебя счастливым? Возможно, ты прав Субтитры создавал DimaTorzok Артем, привет! Как дела? Подвеску посмотришь? Да, конечно. Только часа через два Хорошо Кто, да? Это Артем? Че, не узнал, что ли? Да все, дебильнулся че Сейчас тут вышел, свежим воздухом подышай Да, конечно Че я тебе звоню, е-мое? Ты меня даже не узнал Ну понял, понял Хорошо Ладно, все, братан, давай На связи наберемся Так кто-то развеялся Валим, 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 валим на гелике Геленбаген, баген, баген на телюге Серьезные ребята сзади Кожанке Подруга садись рядом Поехали ко мне Валим, 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 валим на гелике Геленбаген, баген, баген на телюге Серьезные ребята сзади Коль Жангеев, подруга за десятым Поехали, ка-мирай О, Артурыч, здорова, здорово, Тём, здорова Рад тебя видеть, присаживайся Будь как дома Ага, спасибо Слушай, Артурыч, ты мне говорил, что с работой можешь помочь А то приехал вообще без денег, без ничего Так, конечно, помогу Только сам видишь, работа у нас грязная Так что, если не боишься, можешь приступать к завтрашнему дня Денег много не обещаю, но на хлеб точно хватит Ну а дальше, дашь что-нибудь придумай Понял, ну как говорится, балков боятся, в лес не ходить Конечно, завтра, когда я приступлю И это, Тём, завтра, когда с утра придёшь, займись моим МС Себе нового коня купим Вот это, корусты, что ли? Ну всё, понял На первый взгляд, может быть непонятно, что за человек Артур Что я не ошибся в выборе друга После школы наши пути разошлись Я пошёл в армию, а Артур стал работать на отца и перебрался в Москву Ещё в армию он написал мне о работе, поэтому я решил попробовать Артём, приветствую Приветствую Как настроение? Да, всё хорошо Как договаривались? Да всё хорошо будет, не беспокойся Да я за машину не беспокоюсь, за тебя переживаю Что произошло? Да, встретились с одноклассниками, чуть выпили Но остальное ты сам знаешь Тебя я таким никогда не видел Ну я тогда поехал, жду связи Давай, удачи Пока Вот это тачка Я уже устала Тебя постоянно нет дома То эти твои гастроли, то эти друзья Чё тебе вечно не нравятся? Да всё Особенно эти твои гастроли Чем ты там вообще занимаешься? Чем я там занимаюсь, это вообще не твоё дело А чьё это тогда дело? Успокойся Я думал, эта тачка, которую я тебе подогнал недавно Привела тебя в чувство, нет? Алло, Артурыч, здорово Тут, короче, с Кристинкой познакомился Завтра тебе покажу, может, знаешь, мало ли Ну всё, понял Не отвлекаю Давай Так, ты сегодня отлично выглядишь Туда? Туда Ну вот ты же понимаешь, что эти секси-фотки меня не цепляют? Конечно нет Ты же понимаешь, что это искусство? Искусство? Я тебя умоляю Все мы здесь ради больших денег Ну, может быть, ты да, а я нет Давай же, может, перейдём к другому? К чему? Наши новые встречи для съёмок Как насчёт завтра? Может быть Я тебе позвоню Хорошо Договорились Кристина, что за Артём? А, не важно Ты совсем сдурела Тебя ж твой убьёт Можешь, я Можешь, я Да, Артуруч, чё там? Чё случилось-то? Да я хотел сегодня отдохнуть И вот прилёг чё-то Ага Чё там, сочно надо выйти? Ну ладно Ща буду Чё там, сон Как тебе город? Шикарно. Часто бываешь? Да, практически поселился здесь. Я без тебя словно с дьяволом наедине. Шила. Ты так красива, как зима, после левица. Ты че, голоса нет. Ты так красива, как зима, после левица. Или просто сердце в щепке. Так просто сердце в щепке и все. Стой, только не сбей меня, друга, перед самой свадьбой. Опачки, малыш. Че так долго, малыш? Ну, там очередь, как за хлебом в девяностые. А так все четенько вообще, в принципе. Да, блин. Да. Молодой человек, вы знаете, что здесь парковаться нельзя? Теперь знаю. Ваши документы. Сейчас, сейчас я выйду, ладно? Привет, командир. Добрый день. Как ты подошел? Я не успел отъехать даже, никуда спрятаться. Держи. Идем, отойдем, пожалуйста, чуть в сторону. Это так, смотри. Это документы на машину. И я тебе сразу, как есть, скажу. У меня прав нет. Я их потерял. Я музыкант, вот так вот по России езжу. И у меня нет возможности где-то пойти, знаешь, там, сделать эти права, там, и все остальное. Понял? Ну, нет у меня ни времени, там ничего. Я то здесь живу, то там живу, то еще где-то живу. Я там трезвый, не бухаю, понял? Ничего не употребляю. Нормальный парень на самом деле. Ну, просто у меня не получается, понял? Времени нет. У меня там ребята есть, свои знакомые. Я у них попросил, они сейчас должны, там, сделают мне права и просто, там, отдадут. Я просто почему тебе все это рассказываю? У меня там в машине, понял, эти цветы лежат. Девчонка ко мне приехала, понял, с пензой. Я столько за ней, там, ухаживал, там, бегал туда-сюда. Ну, короче, сам понимаешь, какие моменты. Я тебя прошу по-человечески, можешь отпустить меня? Просто сейчас вообще это будет не в кассу, если так сделаешь. Хорошо, тогда можешь езжать. Красавчик, спасибо. Что он хотел, Тим? Он говорит, шина накачана, я говорю, да. Он говорит, багажник проверил, я говорю, да. Счастливого пути. Ну что, поехали? Поехали. Ну, я, пожалуй, останусь с собой, за дверь, как в этом аналоге. Я не выбирал, так решила судьба. Вся моя дорога шальная игра. И невелика беда, невелика беда. Чтобы быть я лишь одна, лишь одна. Ой, твой зампух. Я бегу с юга на запад. И как мне казалось, я нес тебе солнце. Но... Пора. Скажи, звучит. А? Поехали. Я не выбирал, так решила судьба. Вся моя дорога шальная игра. И невелика беда, невелика беда. Чтобы быть я лишь одна, лишь одна. Я не выбирал, так решила судьба. Вся моя дорога шальная игра. И невелика беда, невелика беда. Чтобы быть я лишь одна, лишь одна. Я попрошу у него помощь, и снова в ответ решили. Алло. Здорово, Жека. Че ты, как сам? Понятно. Слушай, встретиться надо. Да, знаю. Давай сейчас подъеду. Жди. Что за встреча-то? Куда едем? К одному авторитетному человеку. Кстати, со мной поедешь. Я вас познакомлю. Сам все поймешь. Понял. Хорошо. Кристина, привет. Как делишки? Отлично. Ты сегодня свободна? У меня есть для тебя маленькая дельца. Хорошо. Тогда собирайся, я скоро заеду с тобой. Все, пока. Моя жизнь как туман. А почему мы много курим? Завтра, короче, в офис надо будет заехать. Кое-какие дела порешать. И деньги с собой захвати. Хорошо. Жека написал. В общем, у него не получится приехать. Так что я тебя с ним в следующий раз познакомлю. Он говорит зайти в офис. Там его партнер ждет меня. В общем, с ним переговорил насчет денег. Поэтому я сейчас быстро-то расхожу, а потом в следующий раз уже встретимся, познакомимся. Ну, все, понял. Ну, давай, сейчас и быстро. Конечно, я рад за Артура. Зависти у меня к нему нет абсолютно. Да и мне самому выгодно, что бизнес расцветает. Но этот Жека показался довольно мутным персонажем. Впрочем, все люди с капиталом такими кажутся. Артуру я об этом не сказал, но внутри у меня были сомнения. Стоит ли все это начинать? Да, войдите. Приветствую. Да, привет. Женя сказал, нужны деньги, он подъехать не сможет. Сумма крупная достаточно. Тебе ее привезут. Завтра нужно будет подъехать, забрать. Смотри, пожалуйста, в жир ногами не залети. Я понимаю, вы с Женей друзья, мы с ним партнеры, поэтому нужно сделать так, чтобы наши дела и финансы вышли только в гору. Поэтому завтра человек тебя наберет, под видишь куда надо. Ну и хорошего открытия тебе. Все, понял. Благодарю. Артем? О, приветствую. Привет, Артем. Как настроение? Да, все хорошо. Хорошо, удачно. Машина готова. Перчатка твоя? Да. Со скрипом удалось разобраться? Все отлично. Давай посмотрим. Очень интересно послушать. А ну-ка. Вообще зачетно. У тебя золотые руки, Артем. Прям класс. То, что нужно. Спасибо тебе. Да нет за что. Это моя работа. А гелик реальный огонь. Мне бы такой. Что бы ты с ним делал? Ну это как статус. На дороге уважения. Да и вообще в целом крутая тачка. Ну, я тебе скажу так. Ты парень хороший. У тебя он обязательно будет. Если у тебя есть такое желание. Тебе удачи. Спасибо тебе. Если задуматься, зачем мне такая тачка? Статус и уважение, конечно, поднимают самооценку. Но они делают тебя счастливее. По крайней мере, надолго. На тот момент я не осознавал, что крутая тачка нужна не только для того, чтобы доказать что-то самому себе. А кому-то другому. Кому-то особенному. Все на месте ждут нас. Поехали скорее. КОНЕЦ Добрый вечер, Моя Гром. Можно ваши документы? Опять училась, по-моему. Что-то скорость превышаете. Как самочувствие у вас? Хорошая. Опаздываю. Куда опаздываю? На студию еду. Писать прессию. Тортист, что ли? Ну так, для души пишу. А Татарина знаешь? Ну, да, слышал. Нормальные треки делаешь? Хорошие треки. Я слышал, у него скоро трек еще не выходит. Только бомб, нормальный будет трек. Можно поздно, чтобы я опаздываю назад 50 минут, у меня еще ехать. Езжай. Не торопись больше. Все, вот и отдыши. Все, вот и отдыши. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Давай, залетай. Ну, сейчас трек доделаю, пообщаемся. Давай, залетай, жду. Здорово, братец. Здорово, братец. Я вот мимо, короче, проскакивал как раз. Что, зацените штырчок, вы новый? Давай. Смотри, слушай. Мы полюбим эту жизнь. Наш дудом, мы 20 дней. Мы здоровы, мне нужны. Как закончится война. Мы полюбим эту жизнь. Раз и хочется война, мы будем все время перекидать, чтобы, мол, я играла нам на репи. Может, это был сон, а может, и не болит. Может, все было так, что просто снимали фильм. Раз и хочется война, мы будем все время перекидать, чтобы, мол, я играла нам на репи. Может, это был сон, а может, и не болит. Может, все болит, что просто снимали фильм. Бау. Че, как тебе, братка? Братец, Пушка, по-любому в чарты залетит. Дай бог, я это вообще прям надеюсь. Ну, я к тебе че приехал-то? Ну? У меня друг близкий открывает ночной клуб. Хотим топового артиста позвать. Вот я и хотел тебе предложить залететь к нам. А че, какого числа? Так, 25-го. 20. У меня, братка, кстати, с 25-го числа тур начинается. Поэтому я вообще никак. Прямо вообще, да. Я просто радился сам, значит, я не могу у нас уже, ну, даты стоят, все стоит, поэтому... Понял, братец, понял, понял. Ну, че, тогда после тура хоть увидимся. Я тогда полетел. Залетай, номер, знаешь? Рад был увидеть, дороги, парни. Да, крюснул там. Все, браток. Все, давай, братка, на связи. Так. Татарин не может. Этот не может. Так, Нурминский, на него есть выход. Артуру его и предложу, наверное. Артюр, как долго я к этому шел? Наконец-то все срастается. Жек отдал денег. Скоро откроем свой собственный ночной клуб, и это будет самый лучший клуб в Москве. Это, получается, у нас будет своя собственная площадка для выступлений? Именно. Круто. Слушай, а может быть, его позовем на открытие? Нурминский. Так, на него есть выход. Давай. Да, Валер. Да, в принципе, все, дохожу уже. Ну, что, ты готов? Все, красавчик, сейчас скоро буду. ПОДПИШИСЬ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Алло, Жек, я подъехал в Сити. Куда мне идти? Ага, внизу человек подойдет. Пакет передаст. Хорошо, понял. Все, иду. Давай. Ага, Жек, все. Деньги получил. Понял, остальное на счет поступит. Ну, все, благодарю тебя, дружище. Увидимся на открытии клуба. Давай, пока. У меня будет самый лучший клуб в Москве. Продолжение следует. Ну, короче, этот молодой пацан у нас тут на районе собирается бар открывать. А мне вообще не очень интересно, чтобы здесь какой-то бар открывали. Здесь не так много людей и так живет. Сможете пробить. Только так, чтобы без лишнего этого вот, без понтового кипиша не было. Посмотри, с кем он работает, чем он дышит вообще. Короче, сливать его надо. Артурыч, давай-давай, Тём. Короче, Артурыч, на сегодня всё, моторчик что-то уже барахлит. Вчера-то хорошо погуляли. Береги свой мотор, братан, а то еще какая-нибудь блондиночка его разобьет. Ага, ладно, ладно, поехали домой, короче, в душ. Поехали. Слушай, братан, у меня же скоро днюха будет. В этом году я решил отпраздновать, так сказать, в узком кругу, среди близких друзей. Так что ты у меня в списке. Бери с собой эту, как её там зовут, на эту блондиночку, понял же кто. Слушай, ну я вчера всю ночь не спал, шарился в социальных сетях, ВКонтакте. Короче, нашел там девочку одну, познакомился, схожусь и на свидание. Ну а там уже посмотрим, с кем приеду. Ты чё, её просто по фоткам, что ли, увидел? Ну, типа того. Слушай, да они же там все зашпаклёваны под фильтрами. В жизни, может быть, ты даже и лайк не поставишь. Ну, правда, жизни. Влюбился в виртуальную тёлку. Братан, ты меня удивляешь, ты меня удивляешь. Тебе потрахаться надо, отвечаю, пустить пар. Так что бери её с собой, по-любому не обломаешься. Слушай, давай так, я с ней встречусь, познакомлюсь, на свидание схожу. Пятая, десятая. А там уже решу, с кем приеду. Ах, как знаешь, как знаешь. Это онлайн-жизнь, опасная штука. И всё же я понимал, что она меня сильно зацепила. Все мои попытки отвлечься на других, в общем-то, ничем не заканчивались. Она казалась мне недостижимым идеалом. Девушкой, которую я всегда представлял в мечтах. И почему мне всегда нравятся те, с кем мне явно не по пути. Ты, Артём? Да. У тебя встреча с Кристиной? Допустим. Садись назад в машину, отъедем, поговорим. Мы тебя правильно поняли? Ты к Кристине идёшь? Ну да. Ясно, ясно. Так куда мы едем-то? А сейчас всё увидишь, куда мы едем. Ну-ка, подожди-ка, тормози машину. Да не, поехали, поговорим сейчас, пообщаемся, всё нормально будет, не переживай. Я тебе говорю, тормози машину. Да тормози, тормози, дружище. Я тебе сказал, тормози машину. О, полегче, 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 полегче. Пускай бегает, всё равно попадётся. Да по-любому, пускай бежит, найдём его. Алло, Артурович, слушай, я тебе сейчас геолокацию скину. Забери меня, а. Да меня чё-то времени нет тебе объяснять. Ага. Просто забери меня, потом тебе всё объясню. Давай. Вот этого человечка, ты пробей потихо для нас, как обычно. Да, этот перец на нашей территории клуб открыл. Ну, а тебе решать по теме. Сделаем. Ну что, предлагаю помаленькой. За общее дело, как там у нас в песне? Наша служба и опасно, и шучу-шучу. Как открытие клуба прошло? Да, в целом, неплохо всё. Только одна неприятная ситуация произошла. Что случилось? Да к парню нашему приставать начали. Тип, всё фоткаться лес. С подружками, друзьями своими. Ну, пришлось угомонить его чуть-чуть. Кто такой? Да это был сын Филиппова. Ну, ты понял, про кого я говорю. Макс, слышь, урегулируй вопрос. Ну, а так всё хорошо? Так, в принципе, всё нормально. Гастролируем по городам, работаем над альбомом. В принципе, всё ништяк. Какой альбом? Дмитрий Сергеевич, там это, опять ваш сынок чудит. Угомоните его от греха подальше. Всего доброго. Субтитры подогнал «Симон»! Что так раздвановалось-то? Да после той встречи я сильно волнуюсь за тебя. Тем более я знаю, что она для тебя значила. Да что ты можешь знать-то? Ты мне постоянно твердил. Не надо, не надо там ничего вообще. Ну и чего? И к чему это привело? Да к чему это привело? Знаешь, я решил забыть её. А вот это правильное решение, браток. Убегаю во тьму Убегаю во тьму И меня не ищи Я уже не могу Я уже не могу Ты оставишь ключи На пороге постой На пороге постой И задумайся вновь Я тебе не чужой И задумайся вновь Может это любовь До тебя один шаг До меня один шаг Ведь я нужен тебе Я забыл как дышать Всё как будто с нуля И я снова на дне И я снова на дне Надо мной корабли Вот и ливень пошёл Я спрошу, как дела? Буду искренне рад Если всё хорошо От влажного тела пар Туманные города Билеты в один конец Билеты только туда Задумчиво обернусь С тоскою смотрю назад Но больше я не вернусь В чужие твои глаза От влажного тела пар Туманные города Билеты в один конец Ну чё там? Хорошая девчонка Ты знаешь Береги её В обиду не давай Да девчонка-то она замечательная Только мне сейчас Отношений не нужно Тем более таких Как она хочет Серьёзных Да и вообще Чтоб задумываться Об отношениях В семье Мне надо самого сейчас На ноги поставить Прежде чем О чём-то задумываться Да я понимаю тебя Но ты всё равно Береги её А так не переживай Пойдём лучше выпить И надо признать Что я поздно узнал Твою мутную суть И мокрое сфальм Так красиво сияет Машины гудят На нём танцевать Будут капли дождя От влажного тела пар Ну расскажи чем занимаешься Я переехала в Москву Из другого города Из Томска В своём городе Перспектив не видела Сейчас учусь Работаю Так Мама с папой помогают А ты чем занимаешься? Я переехал К другу в Москву С Братской Аркутской области Ну как переехал Меня друг позвал У него свой бизнес Автомастерская Вот я там работаю Ну так сказать Подрабатываю автомехаником То есть как бы Больших перспектив Пока я не вижу Ну будущее Всё покажет Вот Вкратце Как-то так Может ещё вина? Ой нет Спасибо Я никогда так много Не пила Как сегодня С меня хватит Ну да Я так же Серьёзно? Да не Бывалый похлещ Ну как? Вот тут ещё Да Да Мне вот это нравится Красотка вообще Здесь хорошая получилась Да? Мне нравится Кристин А ты мне скажи Зачем тебе другие парни? Тебя так интересует Моя личная жизнь Да просто Поинтересовалась По-дружески И всё Мне пора Я думаю Закончили Ну если ты торопишься То всё Завтра придёшь Здорово Здорово Ты чё Откуда сервисы? Да С сервисы еду Ты знаешь Последнее время Работа навалилась Кстати По твоему вопросу Насчёт машины Я тут на днях Пригнал две тачки Белой Мерси Раньше Если что Можи брать Пользоваться Пацаны уже в курсе От души Я как раз тут хотел С девчонкой По ночной воске Покататься Ты как сам вообще? Как ночь Как-то прошла? Да Бодренько На позитиве Хорошо отдохнули Правда? А мне показалось Что твоя подруга Чуть-чуть чем-то недовольность Знаешь, я тебе так скажу Я целый год В этой армии провёл Понимаю И мне сейчас далеко Недосерёжных отношений А чё, влюбилась что-нибудь? Да не Я хочу Погулять Погулять Ну а чё ты теряешься? Кайфуй Пытаюсь Субтитры сделал DimaTorzok Тёмыч, чё сидишь тут? Пойдём к девчонкам Пойдём Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Это что за тип? Помнишь, я тебе про Кристину рассказывал? Это вот ее муж Мы с тобой еще встретимся, Павел Давай, давай Тем, ты что ли? Жень, здорово! Здарова, вот эта встреча! Давненько не виделись! С тобой мы где-то встретимся скоро Даже если твой статус пустимый зов Он тебя не спасет от пулевизу Погоня забелит Ну как ты поживаешь? Рассказывай! Да, в целом нормально все Слушай, ты ничуть не изменился? Постоянно что-то недоговариваешь Слушай, коль такая песня, может сходим ко мне? Я тут квартиру снимаю неподалеку Здесь что ли? Да, как тебе идея? Да, можно в принципе, чего нет? Надо только за выпивкой сходить Хо-хо-хо! Ты что, знал, что меня встретишь, что ли? Да нет, просто выпить захотелось А, рассказывай Просто так ничего не бывает Пошли Дома мне все расскажешь Да? Давайте Для тебя Ну рассказывай, что там у тебя с ней произошло Ну ничего, списались с ней вконтакте Ну как списались? Я ей написал После армии пришел, короче Все там по девчонкам Отрывались, короче Ну и все, получается Думал вообще она меня не ответит Тем более из Москвы И все получается Потом я захожу вроде как домой Она мне отвечает Ну и все Я ей рассказываю до этой встречи Как она уже произошла И получается Какая фигня Потом незаимности, ничего, короче Просто игра какая-то в одни ворота получается Совсем она, Артем, тебе голову скружила Совсем ты Потерялся Да Не то, чтобы скружила Просто влюбился И все Слушай, мой тебе совет Выбрось ты эту москвичку из головы Надо она тебя У нас столько красавиц Вокруг ты оглянись Столько девчонок красивых А ты все привязался к этой Кристине Да Жек Дело-то вообще в принципе не в этом Красавицы-то много Толку нет Как бы она мне в сердцах запала Что вообще Хотя есть в принципе та девушка Которая мной дорожит С которой Нехорошо То любит, короче Но душа к ней не лежит Ну тут уже ничего не изменишь За тебя, Тём Ну давай спой что-нибудь Я тебя пять лет не слушал Есть у меня хорошая песенка одна Как раз под твое настроение Послушаем? Да, включай Пишу привет тебе поздней ночью Я никогда не поставлю точку Тоску, печаль, выжигаю точек Тебе всегда хочу, очень-очень Был дурак, что тебя обижал Язык мой враг, мой строкинжал Да и вся жизнь моя балаган Взлетать, что падает к твоим ногам Помоги мне понять, что хватит Глупо золотые годы Тратить, буду рядом помогу Привет Привет Как твои дела? Нормально, работаю Я сейчас занят Я не вовремя? Ты извини меня, пожалуйста У меня правда сейчас нет времени Алин, я тебе позвоню Хорошо До связи Ну что, ты цел? Давай, поднимайся Это мои приколы Сказать, что хорошо учился Значит обмануть Погнали, погнали Погнали, погнали Я попрошу Я не выбирал, да грешила судьба Вся моя дорога шальная и игра И не велика беда, не велика беда, не велика беда, не велика беда, чтобы быть я лишь одна Я попрошу Я попрошу не вовремя беда, но снова в ответ тишина Тишина И обстановка так напряжена Это молчание Как сотни цепела Неужели мне без столько тянет Реши пару проблем Знаю, это в его силах Он бы сделал лучше всем Моим близким и мертвым Я в околе строил стень Врача себя дурного мира Думал, так стану свободен Оказался в заперти Эти тысячи ночей без сна Меня чудало Не свели с ума Тёма, любимый мой, возьми трубку Полагайся на себя, не бурься, не ководник Еще не приговор, когда что-то не в касане Я это понял, жалко только с опозданием Загадала рюк, но опять выпала решка Спасибо за поддержку Я не выбирал, так решила судьба Вся моя дорога шальная Так все порешайте, сразу мне доложите Отбой Привет Привет Че ты, откуда? Да так А где Аня с Максом? Да они сегодня что-то не могут Опять какие-то планы там появились Вот, я у него взял на два часа машину Он не против А что мы будем делать? Яру все придумал на программу Два билета в кино Едем смотреть Поехали Артуру я не соврал Девочка действительно была замечательная Но мысли мои крутились вокруг другого И как бы ни была хороша Алина Затмить стул ей не удавалось И все же я решил не обрубать ни общение И попробовать узнать ее получше Фильм снят реально здорово Несмотря на то, что режиссер молодой Герои в нем яркие Прямо как мы Это да Но то, что показали, что там с молодежью связано Это, конечно, капец Не знаю, что хотят в жизни Что им надо Ты очень сильно переживаешь Это же кино Да Кино Давай с собой отпрасну я Котенок Я тебя люблю Я тебя люблю Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Да, все готово Когда мне позвонили из больницы Я еще долго думал, что это очередной прикол Артура Я никак не мог поверить, что это могло обернуться вот так Хотелось провалиться под землю, но в то же время Забрать с собой всех уродов, кто к этому причастен Аркадий Аркадий, мне нужна твоя помощь И не корить себя Понял? Вот поэтому я к тебе с этим и пришел Смотри, смотри Смотри, какое дело, Артем По этим отморозкам Я достал информацию еще после той потасовки Это на всякий случай Мало ли, что там будет И с ними, если ты примешь решение Потому что точку нужно ставить, дабы не карать себя всю жизнь С ними нужно решать жестко Иначе никак Поэтому ты для себя реши Точка будет за тобой Ну я думаю, если уж до такой ситуации дошла, подумаю Подумай Другого варианта нет Алина, привет, видел, что я тебе на столе оставил? Все, срочно, уезжай из города Денег тебе на первое время хватит Да, 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 из-за этой Кристины Ты сейчас что, хочешь выяснять отношения? Тебе говорю, уезжай из города Денег тебе на первое время хватит Я как все сделаю, приеду А помнишь, Артур был пацан, с которым общались раньше? Который приходил тоже по работе Помню А куда он потерялся, не знаешь? Приходит он? Я бы тебе такой же вопрос задал Я тоже до него уже достучаться не могу А есть у тебя труба его? Его труба есть, но бесполезно Я думаю, можно попробовать через Артема Ну ладно, номер ударишь, я потом наберу Давай Алло, Артем, привет, Тимур меня зовут Привет, ты меня не знаешь? Артем, я знаю, что хотел у тебя поинтересоваться? Мы с Артуром товарищи очень хорошие Ага, ну да, все правильно Не можем найти с Валерой Артуром уже сколько времени Валера не может дозвониться Я сейчас номер взял, не могу дозвониться Я просто все номера его потерял Да, а что случилось? Угу Ты можешь сегодня-завтра увидеться, ладно? Со мной по этому поводу Ну все, хорошо Я жду твоего звонка Угу Давай от души Доброго вечера Что в итоге с Артуром-то? Тебе зачем вообще Артур? На самом деле можешь спокойно относиться к каким-то моим мотивам Меня просто ряд моментов по жизни с ним связывает Я хорошо к нему отношусь, он там Для меня какие-то вещи хорошие делал И я ему тем же отвечал Сейчас мы просто потерялись как бы со связи Я чуть-чуть разволновался, что не могу дозвониться ему Хотелось бы просто пообщаться Мало хороших людей, знаешь, в жизни Мг, это точно В общем, Артура больше нет в живых В смысле нет в живых? В прямом Его убили позавчера Как убили? Кто убил? Его же в машине Но это не суть важна Там серьезные люди замешаны очень Вот как-то так И что планируешь делать? Ну, врубить ответку, скорее всего Других вариантов вообще не нужно Погожди Ты сейчас хочешь сказать, что эта ситуация никак не разрешилась? Пацана просто убили и ничего не сделать с этим? На данный момент нет Почему я говорю, что серьезные люди? Там вообще все из-за честной бабы, из-за кристины Вот, но опять же Я не хочу об этом размусоливать Жизнь, рулетка вообще Прими мои братские соболезнования Если что, какая помощь нужна будет Звони, обращайся, ладно? Хорошо И Артем Артур, конечно, был хороший пацан Но мне тоже будет его не хватать Но именно касаемо ответки Которую ты хочешь устроить Я бы не торопился Подумай об этом Пацана мы все равно не вернем Понимаешь? А дров наломать Доставить беспокойство И несчастье себе и своим близким Всегда можно успеть Поэтому подумай хорошенько Прежде чем что-то делать Ну, я чего-нибудь решу Спасибо Хорошо Давай, всего доброго Здорово, бро Че, как прошло все? Две брат Без происшествий? Отлично То, что нам нужно Свой гонорар Напугать, да, нас решил? Холостыми стрелял Ну, походу Тьфу, блин Да, алло, любимая Да вот, домой иду Как там, детишки? Да, привет, Сергей Артур, че, жив? Я собирался автосервис покупать Мне это сейчас возняло Вообще ни к чему Ладно, решим Ух ты Но это что мы Здорово, братуха. Че, слыхал последние новости? Слышал, слышал. Ну, там ребята встретятся, все будет нормально. Посмотрим, брат, что дальше будет. Главное, семья. Соглашусь. Соглашусь. Ты встретишь, квартиру где-нибудь за городом найти? У пацанов проблемы, сможешь? Да без проблем, все сделаем. Все, по телефону не общаемся, они тогда объяснят все. Все, пока. Давай. До встречи, парни. На связи. Алло, Белый. Не могу дозвониться до Константина. Есть важная инфа по вашей теме. Я тоже не могу до него дозвониться. Давай через час в нашем офисе. Есть, принял. Буду. Помнишь, ты мне скидывал данные человека с просьбой разослать по всем нашим? Так вот, оказывается, он сегодня обратился за помощью к моим людям. Вот адрес. Мне с тобой и Костей делить нечего. Ну вот и порешали. Что бы я сделал, если бы у меня было много денег? Сейчас ответ на этот вопрос не так очевиден для меня. Вернулся бы в прошлое, не совершил ошибок. Но так бы я не понял, что это были ошибки, верно? У всего есть цена. У жизненного опыта тоже. И порой оно несоизмеримо высокое. Но что бы ты ни сделал, на что бы ты ни сделал ставку в жизни, в конце тебя будут мучить сомнения, правильный ли выбор ты сделал. Особенно если этот выбор пожертвует всем ради друга. Спокойно за белецами свора, с тобой мы где-то встретимся скоро. Даже если твой статус пути высох, он тебя не спасет от пули везу. Погоня за белецами свора, с тобой мы где-то встретимся скоро. Даже если твой статус пути высох, он тебя не спасет от пули везу. Они любили ведь меня еще за школы, за мою активность, за мои приколы. Сказать, что хорошо учился, значит обмануть. А я прожаренный, умел так провернуть. В то время уже знал, надо подружить со всеми. Не лез под шкуру, нет у каждого своей качели. Какой бы статус ни был, находил подход. Директор школы, капитан или телегиевод. Дорога моя матушка, не знаю куда заведет и лезь по стежка. Ударит сильного, а не сильного. Крутой поворот, решает судьбы. Погоня за белецами свора, с тобой мы где-то встретимся скоро. Даже если твой статус пусти везу, он тебя не спасет от пули везу. Погоня за белецами свора, с тобой мы где-то встретимся скоро. Даже если твой статус пусти везу, он тебя не спасет от пули везу.